Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите канал Мы Живем в Латвии. Сегодня у нас четверг, 9 мая 2024 года. А новости у нас вот о чем. Была в Думе, предложили общежитие. Жители аварийного дома в Огре чувствуют себя брошенными. Разбираемся поподробнее. А дни и в неведении так чувствуют себя жильцы четвертого дома по улице Драудзибас-Вогре, которым к 8 мая пришлось покинуть здание, сообщает ТВ3 Зинис. Прошла почти неделя с тех пор, как многоквартирный дом на улице Драудзибас-Вогре был признан опасным. Друзья, я по этому поводу, по этому дому ввел новость. Если кому не трудно, зайдите, посмотрите. Так вот это продолжение. Что же там сейчас происходит с этим домом? И что с жильцами? Куда им деваться? Когда специалисты-строители обнаружили трещины, как в несущей конструкции дома, так и в крыше, местное строительное управление приняло решение остановить эксплуатацию здания. Принудительные выселения начались в понедельник 6 мая. Принудительные, подчеркиваю, выселения. Несмотря на то, что в среду большая часть жильцов покинула опасное здание, несколько из них продолжали жить в доме. Среди них Лигита. Ну так вот зовут женщину. Лигита. И вот что она заявляет. Я была и в доме, мне там предложили общежитие. Простите. Такие лица. Не буду грубо говорить. Общий душ. Общая ванна. Что я там буду делать? Ужас, продолжает она. Я пошла на Драудзибас 16 снимать квартиру. Снимать квартиру. Но там жуткие деньги. Ну цены, друзья, цены. Не знаю, смогу ли их потянуть, говорит женщина. Что делать дальше? Жителям дома непонятно. Ни строительный совет, ни управляющий зданием не предоставляют никакой информации. В муниципалитете Огрского края заявляют, что у них связаны руки. Самоуправление может помочь жильцам только транспортом для перевозки вещей или временным жильем. С остальным. С остальным, к сожалению, жителям приходится справляться самостоятельно. Ведь дом находится в частной собственности. Повторяю, дом находится в частной собственности. Вот отсюда идут все беды жителей. Дальше продолжаем. Представитель самоуправления заявил, что при решении об эвакуации муниципалитет руководствовался вопросами безопасности жителей. Управляющая домом компания заявила в соцсетях, что жители дома длительное время не сообщали о плохом состоянии дома. Специалист по строительству сообщил, что советские здания подобного типа без капитальных вложений могут безопасно служить около 50-70 лет. И этот срок для дома, этого дома в ограде, уже начинает подходить. Вот такие новости, друзья. Я говорю, кому не трудно, зайдите, посмотрите видео. Я уже ввел по поводу вот этого дома, что происходит с жильцами, что внезапно их заставили эвакуироваться, а куда деваться, непонятно. Так вот я и говорю, друзья, все беды идут от чего? От чего? Потому что это дом частной собственности. Частнику что? Это я сейчас все. Друзья, новость закончил. Я вижу так эту ситуацию. Значит, это что ему? Прямо скажем, наплевать ему на вот этих жильцов. Ну так, понятно. Кавычка, конечно же, не я. Я имею в виду наплевать. Куда, что, чего. Люди платили. Коммунальные и так далее. Все. Но если живут они, люди, значит, же платили, правильно? Сколько лет они отжили? Сколько лет они отплатили? Это что получается? И вот случилась здесь такая беда. Трещины пошли. Ну дом разваливается. Ну тут четко и ясно написано. С советских времен построек. 50-70 лет. Значит, уже ему 50 от 50 до 70 лет. Таких домов сколько у нас? Сколько? Не десятки. Не сотни. Даже не тысячи. А более. Вот такие вот новости, друзья. Я повторяю. К сожалению, печальные новости. И это только... Это даже не начало начала. Это уже идет давно. Сколько, повторяю, у нас таких домов? На какой земле они располагаются? Расположены, построены. В те времена давние. Давние времена и в советские времена. На хозяйской земле сейчас. На частной земле. Ну да, это понятно. Да. Теперь уже все. Частные. Хозяева. Так повторяю. Когда они с них все это... А государство здесь что? Ни при чем? Руководство здесь ни при чем? Ответьте, пожалуйста, мне вот на этот вопрос. Повторяю. Я уже говорил. Люди справно платили за квартиру. Налоги платили. За землю. Естественно. Но приватизация там была или не была? Почему это так? Интересно, как в других странах это происходит? Вот когда признаются аварийными. И уже все. Срочно. Нельзя жить. Все. Вот, пожалуйста, напишите. Я знаю прекрасно, что нас очень много стран смотрит. Весь земной шар смотрит. Что у вас происходит? Вот если признан в срочном порядке, признан дом в аварийном состоянии. Нельзя там больше жить. Ну, якобы их предупреждали уже давно. И якобы, но якобы, но якобы, но якобы бы их уже давно предупреждали. Очень, очень странная ситуация, друзья, очень. Но тут, в принципе, сам говорю, ничего странного нет. Какое время мы живем. Какое время мы живем? Мы живем в капитализме. Ну и что получается? А если вот пойдут они ходом, вот эти дома, смотрите, вот эти трещины. Не дай бог, конечно. Желаю только всем, чтобы было все в порядке. Да. Но, к сожалению, к сожалению, так не будет. И так не бывает. Дома имеют свойство разрушаться со временем. Да. Да, 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 друзья. Все ржавеет. Все рушатся. Кирпичи, блоки. Особенно сварочные соединения. Стыковые вот эти вот на углах и так далее, и так далее. Несущих конструкций. Все несущие конструкции. Крыши. Да, друзья, я как сварщик, я все это прекрасно понимаю. Все прекрасно понимаю. Но почему государство отфутболивает вот это? Почему? Почему? Что, у них нету управы на вот этих, в кавычках, хозяев? Хозяев вот этих вот, частников? А? Как пользоваться вот этими вот советскими постройками? Всем советским пользоваться и брать деньги? Еще какие деньги? Повышать с каждым месяцем, с каждым годом все больше и больше. Значит, они это могут. Они быстро это принимают решение. И поддерживают. Ну, позвольте. Неужели там наверху это не видят? И не знают. Мне это давно этот вопрос уже витает. Давно уже я поднимал этот вопрос, друзья. Как же так? Как какой-то закон принять? Они сразу садятся в... Сразу. Не очередной заседатель. Срочное. Не очередной. Закрыто заседание и приняли. Буквально прям моментально. В течение часа. Приехали, собрались, проголосовали. Уехали. Все. Закон напечатали. А это что такое? Что это такое? Мы где живем? В Европе? В Евросоюзе вдобавок? Вдобавок еще и в НАТО? Вдобавок в друг... Вдобавок, вдобавок и вдобавок. А получается, что у нас? Где чего? Где поддержка? Государство. Которые... Людям поддержка. Которые люди исправно. Налоги платили и так далее. Все эти коммуналки и все. Все. Сколько они... Повторяю. За столько лет там прожить. Уже сколько они? Десяток, сотен тысяч. А из 7 месяцев этого дома уже, наверное, миллионы переплатили. Я имею в виду за 34 года. С тех пор. Когда разбежались все, как окурки в лужи, как я всегда говорю. Да, друзья. Эта тема, конечно, тяжелая. Очень я сочувствую этим жителям. Конечно, очень сочувствую. Не хотел бы я оказаться в их ситуации. Но, к сожалению, да. Это уже мы слышим не первый раз. Сколько в Риге домов уже было в аварийном состоянии. И они будут и дальше продолжаться. Где сейчас бомжи и бог знает что. Прямо даже вон в центре. Рядом показывали. Может быть, кто-то видел. Также блогеры ходили. Ну, не знаю, блогеры, не блогеры. Но видео гуляют. Гуляют. Рядом с замком. Замком. Рижским замком. Бог знает что творится. Какую-то разруху показывает. Да, друзья. Но вот это вот все по теме. Ну, я и говорю. Имеет свойство любые здания, любые постройки, любые памятники, архитектуры и так далее. Имеет свойство разрушаться. Все имеет свойство разрушаться. Ну, а кто? Где? Когда? Кто? Никто ни за что не отвечает. Никто. Абсолютно никто. Получается никто. А как частники драть деньги? Сдирать с людей. Это быстренько все. Но я имею в виду частников всех. Вот этих всех я к шишкотрепам отношу. Да. Они только требуют. Требуют и вытягивают. Не дай бог ты просрочил оплату коммунальных счетов. И сразу можешь очутиться возле. Ну, я имею в виду так сравниваю. Возле Рижского замка. Она недалеко. Ну, там его видно. Да. На фоне. Вот в таких вот условиях. Разрухи. В домиках каких-то там. Постройках. Ну, вы понимаете, к чему я говорю. В лиц безопределенного места жительства. Ну, и так. Мягко. Мягко, друзья. Все. Буду заканчивать. Эта тема очень тяжелая. Я говорю, очень сочувствую тем жителям, конечно. Но таких домов все будет становиться больше, больше и больше. Хотелось закончить. Ну, вот смотрите. Вот у нас будут реновации. За редким исключением. Кое-где. Кое-где. Реновации. Ну, утепление домов. Там кое-что меняют. Там они. Ну, так это все происходит. Медленно. Якобы вот начали. В некоторых случаях. Вот сейчас, если в нашем городе. Опять денег не хватает. Опять же за счет жителей. Ну, извините. Приватизация, капитализм и так далее. Это, друзья, круть версии. Тяжелый это вопрос. Пишите комментарии. Что вы думаете по поводу вот этого дома. В частности, пока. Пока что по поводу. Когда, как же это так? Как это случилось? Резко. И никто ни за что не отвечает. Ну, получается так, друзья. Я имею в виду руководителей. Вот этих частников. Спасибо большое вам. За поддержку нашего канала. Напишите комментарии. Что вы думаете. Как вы видите эту ситуацию. Возможно, кто-то, может быть, из этого дома. Тоже смотрит нас. Ипосредственно. Еще раз я говорю. Только всем сочувствую. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народом. Поделитесь в социальных сетях, друзья. Просто так, друзьями. Поделитесь вот этим видео. Большая просьба. И подпишитесь на наш канал. Спасибо всем большое. До свидания. До следующих видео. Спасибо.